Эта встреча за неделю до старта фестиваля стала поводом, чтобы уже озвучить все явки и пароли Пасифика. Но главное еще раз напомнить о месте меридианов не только на фестивальной карте страны, но и всего мира. Это действительно ниша, которую занял 11-й МКФ. И это наше, я думаю, что во всей России наше преимущество. Фирменный стиль фестиваля, объединяющего страны, берега которых омывает Тихий океан, подчеркивает его призы. И не случайно Пасифик собирает самых ярких звезд мира кино. В этом году Изабель Юпер и Майкл Мэтсон пройдут по звездной дорожке на открытии, а Пьера Ришара зрители увидят в день закрытия. В течение фестивальной недели зрителям представят 150 фильмов, выставки, мастер-классы, встречи. Для этого фестиваль готовят не только кинозалы, но и особое пространство – фестивальную деревню. Именно здесь можно будет встретить звезд, пообщаться и узнать всю информацию о каждом фестивальном дне. Если вы не знаете, а что же мне еще посмотреть, у нас там будут информационные точки, где волонтер с ноутбуком расскажет, подскажет вам, где какой фильм через 15 минут завтра начнется. Вы сможете, даже забыв там каталог, свой буклет, подойти и все тут же собрать и узнать. Будет выставочный павильон, в котором будет очень интересная выставка. И там же при входе будет дегустация кофе и мастер-классы. Фестивальная деревня открывается уже 5 сентября. А седьмого по дорожке в 16.30 зрители пройдут в зал киноцентра «Океан», чтобы увидеть фильм «Открытие». А в 19 часов на русском будет официально дан старт 11-му международному кинофестивалю «Меридианы Тихого». Ольга Сумкина, Сергей Лемыцких, Панорама.